На учете в Лабытнанской комиссии по делам несовершеннолетних состоят не только трудные подростки, но и их родители, которые не справляются со своими обязанностями. Зачастую причиной тому является злоупотребление спиртными напитками. Члены комиссии и общественного совета регулярно проводят профилактические рейды по семьям, в которых сложилась такая ситуация. В очередной такой рейд выехала и наша съемочная группа. Слово Максиму Швецу. По первому адресу женщина, воспитывающей четырехлетнего сына, не оказалась дома. Попытка выяснить ее местонахождение по телефону тоже не увенчалась успехом. Инспектор по делам несовершеннолетних отмечает этот адрес для того, чтобы вновь приехать сюда спустя пару дней. Всего же в Лабытнангах таких семей, за которыми постоянно наблюдают люди в погонах, чуть более 30. Одна из таких проживает по улице Геологов. С первого раза дверь комиссии никто не открывает. Но звуки за дверью говорят о том, что в квартире все-таки кто-то есть. Инспектор решает посмотреть обстановку в квартире через окно, ведь их ребенок уже несколько дней не появлялся в детском саду. А родители в прошлом уже неоднократно были замечены в злоупотреблении алкоголем. Сами выйдите. Тогда я на вас протокол напишу. Понимаете или нет? Ну что там, пьете или все, я понять не могу. На долгий уговор инспектора полиции хозяйка открывает дверь, и все сразу становится понятно. Я имею право три дня погулять. Вот это у вас что за бардак тут? Вы имеете право навести порядок? Вы имеете право навести порядок, вы имеете право навести бардак. Что с ребенком, я понять не могу. А вы не имеете право, мне кому-то ломать. Почему старший пьяный? Мы не ломались. Подождите. Почему старший пьяный? Хочу ли пьяный, он просто спит. Помимо двух пьяных родителей, в квартире находятся двое несовершеннолетних детей, один из которых подозрительно крепко спит, не обращая внимания на присутствие такого количества людей и громкие разговоры. Видно, что об уборке в этой квартире не вспоминали уже как минимум несколько недель. Я за ненадлежащие исполнения своих родительских обязанностей составляю на вас административный протокол. Вы расписываться будете в протоколе? Нет. Отказываетесь? Да. Ваше право. На просьбу показать, чем будут ужинать дети, хозяйка с гордостью говорит. И первое, и второе приготовлено. Эдемите меня. Вот в адвоке, вот суп стоит. Ладно, не спорю. Почему вы находитесь в нетрезвом состоянии? Что еще вам нужно? Почему вы сейчас находитесь в два родителя в нетрезвом состоянии? Пока с родителями разговаривали сотрудники полиции, в соседней комнате с ребенком беседовал настоятель Лабутнанского храма, отец Андрей. Ты уже взросленький, все-таки надо самому. Буди маму, и говори, мамка, пошли в садик, иди меня. Просто тебе скучно, что-то сидеть среди вот этого всего. Про докады. Надо говорить. Принимать решительные действия, то есть не затягивать. Потому что, еще говорю, пока пообщаешься с ребенком, видишь, что ребенок пока психика нормально, да. Но как это повлияет в дальнейшем, непредсказуемо. Поэтому надо, конечно, принимать сейчас все дальнейшие действия. То есть, либо спасать ребенка, да, либо спасать просто семью. Я предложил, что встретиться потом, когда человек будет в нормальном состоянии, и мы обсудим все эти вопросы. Ребенку оставаться дома небезопасно, решают члены комиссии. До утра он пробудет в детском отделении городской больницы. В связи с тем, что родители находятся в нетрезвом состоянии, и в должной мере не могут осуществлять контроль за своим малолетним ребенком, данный ребенок будет помещен в приемное отделение детское. И, соответственно, мы сразу уведомим об этом органы опеки и попечительства. Максим Швецненко, Анарватов, программа «Время местное».